SCP-974. Хищник-шалашник. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. Одна особь SCP-974 содержится в зоологической резервной зоне 16 в слегка лесистой области содержания, площадью не более 2500 квадратных метров. Не реже одного раза в неделю проводится вооруженное патрулирование для определения состояния экземпляров SCP-974-2 и уничтожения более неиспользуемых. Один раз в три месяца в рамках протокола 12 приобретается группа из не менее четырех детей в возрасте от 6 до 12 лет и доставляется в область содержания. Группу следует поселить на территории казарм и ежедневно предлагать гулять и играть в области содержания. Если SCP-974 выберет своей целью одного из детей, в течение пяти дней предоставляется другая группа детей. Этот цикл повторяется, пока не будет подтверждено, что по крайней мере один ребенок стал жертвой SCP-974. В случае попытки SCP-974 покинуть область содержания, сотрудники службы безопасности должны загнать его обратно с помощью огнеметов. Агенты фонда, занимающиеся поиском и захватом особей SCP-974, оставшихся в дикой природе, имеют право на уничтожение SCP-974, если захват не представляется возможным. В случае необходимости это может включать полное уничтожение района проживания SCP-974. Все обнаруженные особи SCP-974-A должны быть уничтожены как можно быстрее. Смотрите полный список рекомендуемого вооружения и тактики в документе SCP-974-C в скобках 4B-F. Описание SCP-974 представляет собой плотоядное существо, внешне напоминающее человеческого ребенка. Объект обладает гораздо большей выносливостью, силой и живучестью, чем можно сказать по внешнему виду, вплоть до малой эффективности против него пулевого или холодного оружия, хотя крайне восприимчив к открытому пламени. На фотографии экземпляр SCP-974-2 перед уничтожением. Хотя SCP-974 может какое-то время выживать, питаясь мелкими животными, такими как белки или птицы, его основную и предпочтительную добычу составляют человеческие дети. При отуберанского возраста, каждый раз после успешного поедания человеческого ребенка, объект входит в состояние оцепенения и за 10-12 дней изменяет форму, приобретая облик ребенка, который был съеден. Объект способен говорить на любом языке, которым владел потребленный ребенок, хотя его словарный запас и структура речи всегда очень ограничены и просты. Предпочтительной средой обитания SCP-974 являются слегка лесистые области, например, парки и незастроенные участки вблизи средненаселенных человеческих поселений. Прибыв на новую территорию, объект с помощью местной растительности, деревьев и других подручных материалов создает от 1 до 5 гнезд. Далее SCP-974-2. SCP-974-2, как правило, представляет собой несложные, грубо построенные, однокамерные сооружения и обычно располагаются на нижних ветвях деревьев или на невысоких возвышенностях. Как только SCP-974 построит как минимум один экземпляр SCP-974-2, он стремится заманить группу от 2 до 5 детей к SCP-974-2. Уговаривая их проследовать внутрь и поиграть с ним, SCP-974 принимает участие в несложной деятельности с субъектами, например, в игре в упрятке или салочке, или просит приходить еще. Эта модель поведения может длиться до недели, после чего SCP-974 приглашает одну намеченную жертву поиграть с ним наедине. Если жертва принимает предложение, SCP-974 атакует ее и удалено, оставляя лишь одежду с незначительными повреждениями и следами жидкостей. После этого объект, как правило, бросает SCP-974-2, хотя остается в данной местности, пока будет иметь доступ к детям. SCP-974 испытывает страх перед людьми старше предуберанского возраста и сразу же пытается бежать к экземпляру SCP-974-2. Если понимает, что может быть замечен таким человеком, если бегство не удается, SCP-974 становится очень агрессивным и нападает на всех присутствующих взрослых. Ввиду своей значительной силы и выносливости, до постановки на содержание SCP-974 привел к гибели многих жертв своего нападения. Приложение А-3. После расследования комитетом по этике условия содержания были скорректированы таким образом, что с 01.01.2000 года больше не включают предоставление живого человека в качестве добычи для SCP-974. В качестве питания для объекта предоставляется повышенное количество небольших животных, типичных для данной местности. Приложение D-1. 16.08.2000 года. Во время еженедельной проверки зоологической резервной зоны 16 патрульная группа обнаружила, что все ранее существовавшие SCP-974-2 разрушены. Видимо, с помощью группы физической силы. Новых структур найдено не было, но группа обнаружила участок свежеперерытой почвы примерно овальной формы размером 1,5 на 2,2 метра. С одобрения руководства зоны на исследование этого участка были направлены геологическая группа с георадаром. Георадар обнаружил гуманоидную фигуру, свернувшуюся в позе эмбриона на глубине 1,3 метра под землей. Постоянное сканирование в течение 10 дней не выявило никаких изменений в положении, и контролирующий персонал принял решение эксгумировать SCP-974 для более тщательного изучения. На этот момент SCP-974 имел 2,2 метра в длину и весил 37,4 килограмма. Видимых телесных отверстий или черт лица не обнаружено. Кожа имела белый цвет и казалась слегка липкой на ощупь. Более поздний анализ показал наличие в покрывающей объекта слизи нескольких ранее неизвестных ферментов. Дыхание обнаружено не было, хотя было зафиксировано слабое и медленное сердцебиение. Еще через 4 недели наблюдение прекратилось и сердцебиение. SCP-974 был вскрыт, и смотрите полное описание его анатомического строения в документе 974-F в сковках 1А-J. Приложение H-11. 03.10.2000 засекречено года. В районе Засекречено и его окрестностях были обнаружены 7 особей SCP-974. 6 из них погибли во время захвата. В СМИ распространена легенда о лесных пожарах, причинами которых были объявлены намеренный поджог, неправильно потушенный костер и удар молнии. Оставшаяся особь SCP-974 была захвачена, доставлена на территорию зоологической резервной зоны 16 и поселена в области содержания первоначального существа. Этому объекту также не предоставлялось людей в качестве добычи. И 17.12.2000 засекречено года. Он также зарылся. Было принято решение оставить новый экземпляр SCP-974 под землей и проверить, не является ли это зарыванием переходным этапом какого-либо метаморфоза. Постоянное георадарное сканирование показало, что SCP-974 значительно вырос по-видимому, поглощая питательные вещества непосредственно из окружающей почвы. Приложение H-12 Slash Incident 974-Fi 25.01.2000 засекречено года. SCP-974 выкопался из-под земли. Преобразованный объект, далее SCP-974-A, вел себя очень агрессивно, имел размеры гораздо крупнее исходных и сразу же побежал к ближайшей наблюдательной станции, где сорвал стальную крышу и напал на членов команды наблюдения, полностью расчленив всех шестерых членов команды. В течение 90 секунд и удалено. Позже было обнаружено менее 12% частей тел сотрудников. Поднятая по тревоге группа быстрого реагирования прибыла в течение 15 минут. SCP-974-A принял облик Джорджи Секречном, одного из членов группы наблюдения, и покинул станцию наблюдения. Действует так, как если бы был ранен или контужен. Объект попросил помощи у группы быстрого реагирования, стимулируя серьезные ранения, но не смог ответить на запрос пароля. Получив отказ на просьбу подойти, SCP-974-A атаковал членов группы, проявив такое же сопротивление воздействию огнестрельного и холодного оружия, как и первоначальная форма. Но не проявлял страха пламени и, похоже, не испытывал негативных последствий, будучи подожжен. SCP-974-A был убит, когда сотрудник службы безопасности Эмилио Зекречна пожертвовал своей рукой, чтобы задвинуть гранату животному SCP-974-A в горло. Взрыв не смог разрушить эпидермиса SCP-974-A, однако объект получил достаточное количество внутренних повреждений, чтобы оставшиеся члены команды смогли уничтожить его в течение 20 минут. 28 сотрудников награждены за отвагу посмертно. Приложение H-25. В свете инцидента 974 терапии восстановлены первоначальные условия содержания. Приложение H-25. Приложение. 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 Продолжение следует...